Вот, все, я готова. Инстаграм все время топит. Знаете, почему у Саши падают охваты? Аня, нужно завести инстаграм, хорошо. Девочки, это капец. Меня чуть не сворвали. И я такая, ну а что, прикольно? Господи, как меня можно слушать? По большей степени это слив денег. Ты кому-то вообще не нужен или... Мы в шоуруме известного российского бренда. Встречаемся здесь с автором этих коллекций, а также с известным визажистом. Говорить будем не столько о моде, сколько о том, как представлять ее в своих аккаунтах. Это инстачек. Поехали. Я любила краситься и поняла, что творчество, оно в принципе, это моё. И в 2018 году я прошла сразу за один год три обучения индивидуальных и стала визажистом. Я как порядочный человек, прежде чем что-то сделать, я сначала этому научилась. То есть я пошла в институт, получила третье высшее образование. Я профессиональный модельер-конструктор, поэтому все лекала в своем бренде строю я сама. Некоторые девочки как думают, что ты отучился на визажиста и сразу у тебя толпа клиентов, ты всех красишь, ты миллионер. Нет, к сожалению, это не так. Вообще молодому бренду, дизайнерскому, местному, локальному, очень непросто продвигаться на рынке и очень непросто воевать с масс-маркетом. Первое время я просто арендовала студию и красила модели. Дизайнерский бренд, он характеризуется, во-первых, ДНК бренда, то есть теми особенностями, по которым ты всегда опознаешь вещь этого бренда. То есть, ну, если проговорить про Наку, то это обязательно геометрия. То есть это какой-то архитектурный крой, углы, треугольники. Ох, инстаграм и я, это вообще отдельная тема. Когда я отучилась на визажиста, я вообще не знала, что такое инстаграм. Мне сказали, что вот, Аня, нужно завести инстаграм. Хорошо, я сначала завела, была сначала там я. Инстаграм для меня, я его, в принципе, для себя открыла, только для того, чтобы зарегистрировать в нем Наку. Моя личная страничка появилась там значительно позднее. Такое чувство было, что меня вообще не видят люди, я даже делала опрос среди своих подписчиков. Девчонки, вы меня вообще видите? Я появляюсь в ваших сторизах? Что ему надо, я не знаю там инстаграма, вот сейчас будем разбираться. Есть такие трудности определенные, с которыми я не справляюсь, я то даю руки профессионалу. То есть не зря человек обучает определенной профессии, я отдаю право владеть. Была девочка-таргетолог, которая на самом начальном этапе становления Найки, я попросила ее настроить мне целевые аудитории. Я такой человек, привержен, что пока стараюсь сама. То, что настраивала я, у меня, скажем так, не очень эффективно работает эта реклама, по большей степени это слив денег. У нас у обеих, да, был запрос про охваты. Как держать охваты, да, то есть вы должны просить, чтобы вас отмечали. Вы своих клиентов отмечаете, соответственно, они делают репост, и вас уже видит больше народа. Каким еще можно держать способом охваты? Соответственно, это реклама. Правильно настроенная реклама на правильную аудиторию дает хороший охват, показы и узнаваемость вашего бренда. Охваты тоже очень хорошо держат правильно поставленные теги под постом. Вы ставите определенное количество, не по вашей тематике, да, то есть вы хотите же привлечь больше народа из разных сфер. К примеру, вот у визажиста какие могут быть теги? Вот эссия, цветы, да, ресницы, парикмахер, гелилак, одежда, челябинск, волосы челябинск, кератин, ботокс, то есть все, где обитает женская аудитория, в принципе, так же, как и ваша. Есть такая программа, в которую вы вбиваете свой основной тег, он вам выдает похожие, выдает количество просмотров, количество переходов. И здесь вы уже выбираете блоки и выставляете их правильно. У меня от тегов как минимум 3 и выше тысячи просмотров. Кстати, напоминаю, от публикации к публикации теги необходимо менять. Система не одобряет, когда постоянно копируются одни и те же теги. В случае одежды, да, так как вы работаете по всей России, вы можете искать в любом из городов тех же самых блогеров, даже не просто блогеров, а людей, у которых есть ваша аудитория. Вашу аудиторию как можно посмотреть? Вы заходите на страничку, смотрите, где живет, куда ходит, какие места посещает, какие комментарии пишет. Если вы видите, что, да, действительно это подходит вам, вы отправляете запрос и ТЗ, обязательно тех задания. Вы обязательно пишите. С тебя пост истории. К примеру, я тебе отправила столько. С тебя понедельник. И через 2 недели в понедельник опять. Ты мне должна выложить, должна быть регулярность. У вас, у визажистов, да, соответственно, все смотрят на клиента. То есть клиент – ваше лицо. Чем больше вы также будете дарить каких-то подарков своим клиенткам, которые могут передарить их своей подруге, то есть таким способом можно нарастить свою базу. На таргете, таргетированной рекламе, остановимся подробнее. Вот парочка рекомендаций по ее настройке. По таргету, когда мы выставляем аудиторию, на которую мы запускаем рекламу, мы с вами берем в расчет мужчин. Так как у вас есть подарочные сертификаты, а у нас такая очень частая проблема, что подарить своей жене, подруге, девушке. Поэтому, когда вы настраиваете таргетированную рекламу, не забывайте делать упор на мужчин тоже. Даже в мужских сферах мы выставляем рекламу на женщин, для того, чтобы им облегчить поиск подарка также своему мужу. Хорошо, по женщинам более-менее можно определиться, кто моя целевая аудитория. А тут еще и мужчин подключать. Каким образом? Тогда их же тоже надо как-то... Через интересы. Да, отфильтровать. Да, ты когда выставляешь настройки рекламы, ты выбираешь определенный интерес. То есть, ну, к примеру, общий, какой у нас будет интерес покупки. Ты прям ставишь фотографию, сертификата, три фото в карусель, чтобы это все отработало хорошо, чтобы тебя максимум охватило. И уже выставляешь. Когда начинают релистать вашу карусель и просматривать фотографии, Инстаграм это тоже считает, когда охваты, да. Соответственно, то есть, у тебя добавлено не 10 фотографий, 10 никто не долистает. 3, 4, 5 фотографий максимум. Итак, мы определили 4 способа, которые позволяют поднять охваты. Первое, это правильно выставленные теги. Второе, это отметки в ленте и сторис. Третье, это правильное техзадание в блогерской рекламе, а также таргетированная реклама, опять же, настроенная правильно. И если еще остались вопросы по продвижению и раскрутке Инстаграм, пишите нам. Это Инстачек.